всем огромный привет добро пожаловать на мой канал и каждое утро у меня начинается одинаково вначале я отвожу своего младшего сыночка в детский садик потом кормлю хвостатых и потом конечно же иду на второй этаж и заправляю все кровати детские в том числе потому что ну с утра у меня никто не успевает давайте будем так честно я скажу я не работаю муж ходит на работу дети ходят на учебу я бы так это назвала да и мне совершенно не сложно по будним дням заправлять их кровать и я не вижу здесь ничего такого плохого просто знаю что ну как-то я показывала что я это делаю как-то были люди которые осудили скажем так меня за это потому что типа дети должны что-то там делать сами но мне не сложно и я люблю всех своих домашних поэтому с удовольствием это делаю всем приветик наверное еще не здоровалась в этом видео в общем еду я сейчас по делам сейчас поеду машину грею немножко вот у нас на улице снова плюс один и попутно заеду пункт выдачи в альберес ко мне уже пришел там заказ 1 мой и я все никак не могу забрать в общем сейчас поеду заберу потом вернусь и как раз вам покажу покажу что покажу свой заказ у нас кстати очень скользко я я не знаю говорят что все трампунты в городе вообще переполнены просто не справляются на самом деле очень скользко хотя посыпают этим песком машину же вся в налете вся белая все равно очень очень скользко у нас так поселке вообще невозможно ходить кажется только на машине можно передвигаться вот так что еду ну что я все дела переделала в альберес забрала вот и сейчас поеду домой время 12 часов я молодец все успела вот и я щас поеду домой буду готовить ужин потому что у меня сегодня занятие у младшего в школе в лёвиной люба у меня в этот день остается на продленку получается но возвращаемся мы поздно нужен у меня должен быть готов вот так поэтому сейчас еду домой делать ужин готовить уже еще шла и знаете вспомнила что мне неоднократно просили снимать санкт-петербург ну то есть если я где-то нахожусь снимать город потому что многим очень нравится санкт-петербург я тоже люблю очень этот город но я сейчас вообще никуда то есть я дальше приморского района вот кто в санкт-петербурге знает я никуда не выезжаю сейчас почему но связи со всей вот эта обстановка у меня сейчас никаких таких дел в центре города или туда вот куда-нибудь в другие районы у меня нет во первых связи с обстановкой а во вторых вторых скользко очень в третьих сейчас у нас помимо вот этого всем известного вируса у нас сейчас в питере ходит гриб гриб а а по моему вроде бы а ну как то он называется какой-то гриб который вообще дает температуру под 40 вот и очень тяжело переносится но гриб у нас всегда у нас на самом деле обычный гриб вот этот он каждый год у нас по крайней мере санкт-петербурге и вплоть до того что раньше вообще школа даже закрывались из-за этого клипа сейчас не закрывает уже сейчас типа новое у них вирус поэтому старенький типа ладно пусть с нами живет поэтому никуда особо зимой я и раньше и до всей вот этой вот пандемии все вот этой истории я раньше никуда не ездила вот поэтому поэтому я не знаю что снимать одну буду вот только если приморском районе но вы все это уже видели на это много раз наверно уже не интересно вот поэтому как то так а вообще я очень люблю шляться я называю это именно шляться потому что я люблю куда-нибудь ходить не кафе и ресторан найти что-нибудь выставка концерт я бы в театр с огромным удовольствием бы сейчас бы сходила бы вообще сто лет не было в театре им какой-нибудь выставки сто лет не было и последний раз я не знаю в музее например я была кстати спасли раз может года три там назад фаберже больше 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 уже чем три год там назад вот там были эти музей фаберже вот этот очень кстати там очень красиво вот кто будет санкт-петербурге обязательно сходите там эти яйца фаберже и но много всего интересного там прикольно вот так в театр с огромным удовольствием сходила раньше мы часто очень ходили до пандемии как часто дети поменьше были и не все им было интересно поэтому в кино мы ходили на какие-то театр тоже ходили по смешарики какой-то андреев штатского и как-то даже снимала его тоже ходили очень интересно с удовольствием бы сходили но сейчас много что закрыто мы даже хотели на январьских праздниках сходить в баню у нас такие бани открылись недалеко там от нас типа банные комплексы такие знаете и там ну можно снять типа домика такого там на несколько часов вам там баньку сделают все сделают в общем такая прикольное мероприятие закрыта вот видимо связи с обстановкой не знаю вообще откроется или нет но очень много что на самом деле закрыто у нас вот в школе хотели на экскурсии экскурсии закрыты все закрыто сейчас ждут новый новый новую волну поэтому вообще снова все закрывать единственно что я мальчик своих записала но не знаю опять же откроет или нет буду создавать группу это или нет борьба тэквондо тэквондо капуэро нет капуэро это другое тэквон тэквондо вроде бы что я короче записала их куда неважно да вот борьба тэквондо вроде бы тэквондо уже много там всяких да в общем тэквондо я не разбираюсь в этом месте что вот это вот уже записала и уже почти месяц я жду ответа вообще будет не будут сейчас они ждут вот это будет новая волна не будет новой волны закроет все основа или не закроет в общем как то так так что ничего не снимаю вот так что вот такая вот история так что у меня сейчас школа дом ну какие такие мелкие дела магазины все больше нет никаких развлечений но в театр я бы с огромным удовольствием сходил опять же театр в санкт-петербурге я думаю в москве я думаю что и в других наверное городах такие же цены достаточно такое не дешевое удовольствие то есть такие более-менее места и не сильно популярные актеры которые играют и так минимум две с половиной тысячи на человека минимум две с половиной тысячи есть пойти вчетвером 10000 просто за поход вот пойти вдвоем с мужем тоже 5000 но вдвоем еще куда не шло в четвером вы понимаете да то есть десятка все равно мы нет нет доходили а сейчас видите все закрыто вот в общем ладно поехала я уже домой надо готовить ужин я там достала индейку не знаю что с ним делать что-то хочется вкусно приготовить магазин и не хочу лень уже магазин идти потому что она быстро-быстро в общем поеду ну что приехала я домой получила свой заказ с вальбрис вот такой вот он у меня получился достаточно большой во первых я заказала вот такие маленькие боно своей старой костью играются вот вот такие маленькие салфетки для рук вообще я очень люблю вот эти вот салфетки они у нас постоянно дома вот эти лентовские универсальные беру антибактериальные беру общем разным больше мне нравится универсальные вот такие салфетки но их неудобно пачка большая неудобно брать с собой поэтому я взяла вот такие чтобы не были маленькими в сумку бросить сумку машину хотя машиной машине не замерзают когда холодно в общем что в сумку бросить или даже в карман положить в общем такими до хорошие не хорошие в общем какие-то такие без спирта без запаха тут написано сало и вера я так понимаю не знаю попробуем вот это у меня еще с предыдущего заказа остатки я говорил что заказывала там сыночку в общем школу вот такие тетрадки мы кстати очень нравится вот эти тетрадки у них такая твердая обложка 18 листов тому в клетку нужны были они очень удобно можно даже без обычной обложке спокойно носите они не рвутся так еще взяла вот такие пакеты на вот такой вот штучки в общем они вот такие матовые ну для хранения и много чего они в общем вот этот вот замочек он очень удобный также для заморозок я подобные пакеты использую в общем увидела чисто случайно на вальберис думаю мне они нужны вот такой размер я взяла 10 штук вот но потом еще наверно поменьше и побольше мне размер нужно будет я решила просто попробовать они матовые вроде плотненькие неплохие пакеты такая мелочь знаете но нужно и конечно же я заказал все синергетик вот такой набор не помню сколько он стоил но была на него акция точно помню сейчас открою покажу распаковала и смотрите здесь вот такой вот подарочек прошлый раз меня кстати тоже был подарок вот такие стиральные порошки неплохие кстати прошли ничего плохого вообще про них сказать не могу здесь 44 штучки до упаковочки вот эти вот но почему-то я последнее время отхожу от вот таких именно порошков мне больше нравится жидкостью для стирки вот но вот этот прошлый раз меня был такой пробничек написано это ваш подарок и мне очень понравились в общем я заказала гель для стирки и кондиционер для белья единственно что я сейчас смотрела на озон кондиционер для белья сейчас стоит дешевле на зоне чем на вальберис что-то он 400 чем-то рублей но гель для стирки стоит дороже чем на вальберис то есть можно на зоне заказать кондиционер гель на вальбрис нера мне так и надо будет сделать потом вот в общем короче надо отслеживать на самом деле цены и там и на том на том сайте и уже заказывать там где выгодно вот такой я взяла набор гель для стирки для всех видов ткани у меня такой же был до для стирки вроде бы мне кажется такой же мне был вот он у меня кстати уже закончился он там на одну стирку наверное хватит мне еще хватит и вот такой вот кондиционер уже другой меня был зелененький теперь у меня голубенький вот такой еще там есть хочу попробовать гель для стирки которые с уже с пятновыводителем хотя отзывы вроде не очень но я хочу попробовать он чуть-чуть подороже стоит взяла вот такой набор универсаль на самом деле очень удобно не скажу что они супер какие-то но удобно купил большую и забыл для такой ежедневной стирки конечно супер но если пятна то он нужен пятновыводитель без него никак конечно же вот но пятновыводитель я чуть не взяла мне от faberlic там остался вот я использую его и еще у меня от faberlic тоже заказываю и гели для стирки и кондиционеры так что у меня теперь вот так так что вот такой вот у меня заказ на вальберис я не знаю нужно оставлять вам ссылки не нужно напишите вот но синергетик понятно пакеты пакеты прикольные вроде бы неплохими вот эти там есть вообще большие наборы будет посмотреть на самом деле потому что вот эти пакеты с такой вот защелкой вот такой вот очень удобно хранить морозилки там всякие заморозки ягоды и все остальное вот так открыли и достали то что вам нужно закрыли обратно и положили мне очень нравится вот эти пакеты вообще до хранения всего всякого и еще я эти пакеты также взяла в школу завтраки всякие что было закрыто потому что ну чтобы не рассыпали в общем мои мальчишки что я пришла у меня все животные орут непонятно происходит чем пока ехала решила сделать индейку вообще обычно курицу так делают с грибами и у меня есть еще сметанка осталось и сметанку туда добавлю с лучком все так вот обжарив и будет вкусно наверное не наверное точно вот то что у меня еще есть гречи надо ее доедать вот не с гречкой как раз будет вкусно сегодня на ужин почему такую штуку решила сделать вот так что сейчас быстренько приготовлю и пойду поеду отвозить мальчишек на занятия вот вообще меня спрашивают насколько далеко от города я живу на машине минут 15-20 я еду обычно минут 20 до школы примерно вот но получается смотрите 20 минут туда 20 минут обратно там еще он пока до школы дойдешь пока туда-сюда получается что забрать ребенка у меня как минимум час уходит а то и больше вот поэтому еще плюс пока оденешься соберешься всех домой загонишь закроешь и так далее то есть получается да вот но я уже привыкла есть туда-сюда возить и попутно обычно захожу там магазин туда-сюда и в общем принципе нормально одним словом да конечно от этого первое время очень не уставала есть туда-сюда постоянно сейчас нормально уже отлично вот ну ладно меньше болтовни надо идти готовить так в итоге вот что я приготовила пожарила просто панировочных сухарях ой 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 в панировочных сухарях индейку извиняюсь у меня тут маленький кусочек был вот с хвостатиком еще поделилась чуть-чуть картошки минут оставалось она уже портится начала я решила отварить вот и отдельно сделала грибочки со сметаной и с луком замороженные вот осенью собирала вот как раз вот так что вот такие вот у меня такой у нас будет ужин а я уже а я уже побегу иди-ка на ручке просится просится и просится на ручке кроссовку я уже побегу общем забирать своих мальчишек и отвозить на дополнительные занятия хороший сейчас чуть-чуть по мурлыкаем как раз картошка доварится сюда пришло вот и поедем готовите как у меня красавчик хочет чтобы в углу водили мурлыкать хочет как они уже гола большая здоровый парень еще на улицу ушли он со мной ты думаешь лодки тоже сладкий не пора ехать ехать пора ему все равно ладно поеду я уже девочки после занятий в школе младшего сыночка я как раз забираю с продленки старшего заканчивается у него занятия где-то без 26 примерно но без когда как в общем половина шестого грубо говоря мы решили еще пойти на площадку немножечко тут мальчишки подзависли на улице не холодно и как раз самое то скажем так погулять правда достаточно тепло и темно на площадке я хотела сказать вот площадка здесь как раз около школы в общем они решили я тоже думаю подумала что надо как-то после учебы после тяжелых будней трудовых нужно немножечко расслабиться мы кстати достаточно часто здесь зависаем старшему не особо интересно уже все эти площадки и так далее но младший с огромным удовольствием вот но старше и все равно нет нет да тоже немножко немножко катается в общем они тут я их согнала кстати с этой машинки чтобы они не сломали тут и для совсем маленьких площадка есть для побольше и детишек в общем в общем принципе здорово так что такая вот тут площадка школа и двор но это мы едем обратно и конечно же мы едем самое такое время получается после 6 часов здесь мы вообще в 7 часов едем уже домой и собираем все пробки которые только есть точнее пробки у нас в основном дом поселка ольгина дальше уже вроде бы ничего но вот каждый раз когда вечером возвращаемся каждый раз здесь стоим или ползем вот как раз обе мой любимый который меня не пускают ну что мы нагулялись поужинали и на сегодня я уже было наверное с вами прощаться еще там когда я говорила что про театры и все остальное я имела ввиду что по qr-кодом везде только пройти можно а мне его нет соответственно я никуда не хожу я к этому имела ввиду вот в общем да но ничего страшного я думаю что все это временно и потом будет все все у нас будет отлично в общем этим словом буду выкладывать дальше свою мозаику меня самом деле осталось немножко но укладывая вообще по чуть-чуть на самом деле сеть бы и сделать за один раз знаете но что-то у меня все же спать хочу там пока стояла с мальчишками на площадке тоже приехала поела и знаете уже так сон клонит вот так что буду на сегодня с вами уже прощаться надеюсь что вам понравилось такое видео он был для вас полезным и интересным не забывайте подписываться на мой канал всех люблю целую до новых встреч